мам как называется эта штука о чем не сказать видео как это называется так это называется что сказать видео всем привет мои хорошие с вами кеймили и сегодня у нас с вами очередной мук панк я села снимать вечером у нас изысканный ужин вот такой вот здесь вкуснейшая котлета дальше баклажан пожаренный сверху помидорка и конечно же мои любимые оливки почему я так поздно начала снимать мук банк ребята сегодня был целый прям концерт так скажем у нас с мамой я смонтировала видео для маминого канала там тортик вот и получилось так что звук не записался ой господи как это как это круто здесь оказывается еще есть сыр сыр мясо котлетка баклажан просто гляньте что столько горячий он пока что не даже не знаю смогу ли я сесть как же это вкусно обалдеть просто сколько здесь штук сейчас вот когда вот передние буду есть вы будете видеть вот это вот котлетка внутри сверху еще болгарский перчик в таком соусе вы хотели разнообразие пожалуйста это мама приготовила чисто для вас вот и все фастфуд и фастфуд я могу каждый день кушать фастфуд я себя прекрасно чувствую мне не надоедает но это это даже лучше чем фастфуду просто гляньте я маме говорю что время уже 6 я смонтировала ее видео и рецепт мне на свой канал нужно что-то выкладывать мама говорит что если ты выложишь мукбанг с тортиком а потом выйдет мой рецепт мой рецепт потом никто смотреть не будет игру мама ты чушь все будут смотреть не переживай у меня уже с утра нету видео на канале а маме на видео монтируются очень долго это видео я монтировал наверное три часа и в результате получилось что звук был записан неправильно и в общем нужно было заново все переделывать и мама начала расстраиваться начала плакать что вот это мой ребенок мой канал это мой ребенок ты не уделяешь должного внимания моему ребеночку я говорю господи ужас мама настолько трепетно относится к своему каналу она прям дрожит над каждым видео она показывает мне обложки там топовых кулинаров и говорит айка а почему у нас такие дурацкие обложки мать я себя для инстаграма нормально сфотографировать не могу ты думаешь а твое блюдо смогу красиво сфотографировать мама начинать нет ты делаешь все на пофиг у тебя вон какие красивые обложки а у меня ну не могу я не умею я так фотографировать я не знаю как они это делают смотрю у некоторых так аппетитно сфотографировали даже вот знаете прям вот эта сочность как будто через фотографию передается и мама просто считает что я делаю на пофиг обижается и все дела что с этим делать я не знаю ребят напишите в комментариях я вроде как стараюсь мама к сожалению не умеет монтировать вот и озвучивать тоже ей не нравится как у нее получается поэтому мне приходится как мне нравится освещение вот это вот ring light картинка такая крутая получается прям бомба вода с лимоном и с мятой любовь просто вам love обязательно приготовим рецепт подписывайтесь на и кук мама тоже обрадуется у мамы там два видео которые не смонтированы и мама каждый раз у меня спрашивает ну что когда будут мои видео я сейчас опять собираюсь снимать сезон этих блюд уже пройдет давай быстрее монтируй мои и грима у меня работа у меня свой канал который приносит в разы больше просто денег чем твой канал у меня работа и тут еще парень который бастует что ты целыми днями работаешь зачем столько работать учесть у тебя чего быть три жены что ли я не понимаю квартира машинам эти вопросы должен решать мужчина у меня сегодня это говорил что ты пашешь за три мужикам может успокоишься пойдешь куда-то погуляешь короче вроде бы проблем нету но хрен знает что делать как же это вкусно как же это вкусно внутри котлетка она обалденная она пропитала этот сок баклажана сок помидора и получилось волшебно у меня мама очень милый человек даже когда с ней ссоришься к примеру она не орет не кричит она просто обижается и это еще больше как бы тебе неприятно тебя мучает совесть что-то что-то сделал не так она просто обиделась и все тут кто нам сейчас звонит стопудовая тетя в общем такие удела давайте немного поотвечаем на вопросы наверное вам не интересны наши домашние проблемы и тут мне очень понравился один вопрос на который можно порассуждать одна девочка пишет что айка очень интересно узнать сколько ты зарабатываешь хотя бы на работе расскажи пожалуйста как ты тратишь деньги и сколько денег удается отложить с каждой зарплаты мне кажется говорить прям сколько конкретно я зарабатываю это как-то некорректно неэтично и не знаю я верю немножко в сглаз что никто не говорит сколько он зарабатывает и как-то спрашивать это тоже неприлично но я скажу так я каждый месяц откладываю даже прошлый месяц где я купила браслет цепочку фотоаппарат и ринглайт в этот месяц я тоже отложила деньги если вы не знаете куда поступать хотите хорошо зарабатывать идите в строительный бизнес абсолютно искренне вам говорю там все крупно крупные зарплаты крупные сделки следовательно ты хорошо зарабатываешь с этого поэтому меня раздражает когда люди говорят вот в Азербайджане нету работ в Азербайджане никто не может нормально заработать как сказал наш сосед если ты не можешь заработать это не значит что здесь никто не зарабатывает у меня счет в банке я как бы туда откладываю денежку я могу спокойно пойти и взять ипотеку платить ипотеку но я всегда боюсь ответственности возможно когда-нибудь я приду к тому что я возьму ипотеку но если даже я это сделаю я возьму очень короткосрочную например на пять лет или на три года чтобы быстренько ее закрыть и как бы не париться по этому поводу когда мы покупали эту квартиру у меня папа даже не думал об ипотеке потому что это очень большая ответственность на самом деле то есть лучше купить поменьше квадраты но налично у меня на работе была девушка точнее она сейчас тоже у нас работает просто она ушла немножко в иной отдел то есть я ее вижу не настолько часто как раньше например там раньше мы считаю сидели вместе в общем не суть у нее получается была сумма на однокомнатную квартиру полтора ну в то время да в то время жилье тоже стоило немножко по другому это было давно до замужества у нее была сумма с которой она могла купить однокомнатную квартиру и она решила не покупать однушку решила оставить денежку они там с ее молодым человеком решили пожениться решили что это будет первоначальный взнос а затем уже они будут платить за свою квартиру и уже за трешку потому что они собрались создавать семью и все дела но первоначальный взнос был чисто из ее денег решили они вместе за квартиру как она говорит платила она за ипотеку сейчас они решили развестись конкретная проблема в семье недопонимание все дела как вы думаете паренек не растерялся говорит что за ипотеку то платили мы с тобой вместе делим фиг сейчас теперь это все докажешь а девушка извините меня зарабатывает 3000 долларов понятное дело что она платила за эту ипотеку ну в общем там можно доказать конечно разговаривали с адвокатами и все дела но опять же головная морока разбирательство эти все легче легче просто было в то время купить себе однушку и жить спокойно а мужчина на минуточку зарабатывает 20000 и вот когда нас все мужики обвиняют в том что все женщины меркантильные такие сяки знаете иногда когда я смотрю на некоторые примеры я думаю о том что правильно делаю девушки меркантильные я считаю что каждая девушка должна выбирать себе мужчину по статусу здоровая меркантильность это неплохо если ты например девушка со статусом уже уже зарабатываешь хорошие деньги ты должна найти себе мужчину тоже по статусу вот эти вот которые ходят и говорят девушки обнаглели олигархов ищут себя вот так вот мои попсики вот в то время купила бы сама себе однокомнатную сейчас бы было куда идти в случае чего бы сдала много таких случаев вот так вот ребята котлетка внутри настолько сочно я прям кайфанула честно она прям знаете мягкая прям все пропиталось великолепный ужин для любимого хотите рецепт пишите в комментариях даже не знаю сколько здесь было штук мама сразу такая ты столько не съешь что блин так вкусно ребята если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал мне будет безумно приятно я оставлю ссылочку на мамин канал тоже обязательно подписывайтесь мама реально относится к своему каналу как к своему маленькому ребенку поэтому ей будет безумно приятно если вы до сих пор кушаете то приятного аппетита всех люблю целую всем пока спасибо 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 спасибо